Добрый день, шановные господарства, вы на моем канале Комментбай. Нахожусь я сейчас в дороге, но еще пока в Вильнюсе. Покажу вам один объект, как в Литве, в одной из квартир, литовец обошел законы. Но в Беларуси, кто знает, вы дымоход не можете выводить меньше, чем полметра от окна. Я нахожусь сейчас на окраине старого города, и вот смотрите, коксиалочка, коксиальный дымоход. Вот, видите, вот этот коксиальный дымоход. Вот, видите, как он схитрил. Он увел два угла, поставил два угла, там 45-е, скорее всего, углы, и сместил ось. То есть у него теоретически, и вы так можете, кстати, применять, это один из методов, как в Беларуси можно уходить от строительных норм. Вот так вот, уводите аккуратненько, и все, больше, чем полметра от окна. Да, больше, чем полметра от окна. Это работает. А вторая причина, у него просто в окно мог попадать выходящие газы. Выходящие газы попадают, и ему было очень некомфортно. И это факт, это неудобно, это некомфортно, вы просто не можете. Вы задыхаться будете в помещении, когда газы у вас идут в окно. А окошко у него, я смотрю, он немножко приоткрыто. Вы четко должны понимать, что все законы и все строительные нормы можно обходить. Подписывайтесь на мой канал, я вам буду рассказывать, как можно еще обойти ограничение в полметра от окна. Вот за моей спиной, вот видите, стоит костюм. Мне именно интересно, как в центре старых городов решают вопросы именно с дымоходами. Я об этом узнаю, я вам обязательно покажу и расскажу. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, чтобы знать, как уходить от строительных норм в Республике Беларусь. Но вот на этом примере я вам показал, что просто уходите в сторонку под 45, либо 2,3 и все, и полметра от окна вы выдерживаете. Хитрит, да. Литва тоже не идеальный вариант здесь, поэтому вы должны знать и понимать, с чем сталкиваются потребители. А сталкиваются они с такими же проблемами, как и мы. Подписываемся на мой канал. До встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok